Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите передачу «Церковь и мир». Сегодня мы будем говорить о церкви и молодежи. И у меня в гостях руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Юрьевич Белоконев. Здравствуйте, Сергей Юрьевич! Добрый день, Владыков! Я хотел поблагодарить за возможность встретиться с вами сегодня здесь. Хотелось бы задать несколько вопросов, которые волнуют и в целом молодых людей сегодня в стране, и, наверное, прежде всего тех людей, которые сегодня в органах исполнительной власти занимаются работой с молодыми людьми, с подрастающими поколениями в наших высших учебных заведениях. Один из вопросов, который интересует, это хотелось бы услышать ваше экспертное мнение, как человек, который разбирается в этом, вопрос касается патриотизма. Сегодня к нашему большому, большой радости к нашей, патриотизм становится, если так можно выразить, трендом, ключевым направлением, который задает в своем послании президент нашей страны, Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. И сегодня мы планируем более активно работу по речному воспитанию. При этом хотелось бы в какой-то степени освежить представление о том, кто есть сегодня патриот, кого можно считать сегодня патриотом. С одной стороны, с другой стороны, каким образом, через что в новом ключе можно было бы формировать патриотизм, проводить патриотическое воспитание. Что стоит учитывать, что, может быть, новое вам видится, стоит обязательно учесть? Мне кажется, что слово патриотизм у нас имеет долгую и очень несчастливую историю, потому что в советское время этим словом злоупотребляли. И вот понятие патриотизма, оно, конечно, было переэксплуатировано в те годы. И когда распался Советский Союз, то в том идеологическом вакууме, который создался, для патриотизма как такового вообще не осталось места. И наши 90-е годы, это было время, когда слово патриотизм употреблялось не иначе, как с прилагательным «квасной» или тому подобным. И вот я очень рад тому, что сейчас происходит возрождение не того патриотизма, который мы помним с советского времени, а той естественной для человека любви к своей родине, которую мы наблюдаем у многих других народов, и которая у нас в силу исторических обстоятельств в значительной степени оказалась утраченным. В том числе как раз в 90-е годы, когда это выражалось не только в том, что люди говорили о своей собственной стране, но и в том, как они к ней относились и как они массово из нее уезжали. Уезжали, конечно, по экономическим причинам, по другим причинам, но в том числе и потому, что у людей не было привязанности к своей земле, к своей родине. А эта привязанность, она естественна для человека. Здесь огромная духовная работа требуется и от государства, конечно, и от церкви, чтобы возвратить людям естественное для человека чувство любви к родине, любви к символам родной земли. Почему так важны символы? Почему во время войны потерять знамя считалось самым страшным преступлением, а защитить знамя считалось самым большим подвигом? А для многих ли из нас наше государственное знамя что-нибудь сегодня означает? Такими символами являются, конечно, не только государственные, но и церковные символы, это наши святыни. И тут очень большое есть пространство у церкви и государства для совместной работы. Вот здесь действительно очень важно понимать саму механику и саму жизнь, как формируются символы, как формируются традиции. У Русской Православной Церкви достаточно большой опыт формирования и традиций новых. Тем не менее, хотелось бы учесть опыт, который есть у вас, с которым вы обладаете при формировании традиций, в контексте формирования новых патриотических каких-то посылов, акций, компаний. Вот недавно мы все отмечали праздник Крещения, и у нас сформирована на моих глазах традиция позднесоветского происхождения молодого человека. На моих глазах сформировалась традиция отмечать этот праздник. Вот в этой связи, как и эту традицию можно было бы как-то дополнить, потому что есть определенные скепсисы у отдельных граждан в отношении того, что купание в проруби, а еще что, все-таки некоторые просто купаются в проруби, и они внутрь себя не пускают никаких идей. Вот тут очень важно, чтобы соблюдение традиций, в том числе традиций, которые появились вновь или которые были забыты, но теперь восстановлены, оно не было просто каким-то чисто механическим соблюдением тех или иных традиций, чтобы оно сопровождало церковный уклад жизни. Вот для нас празднование Крещения Господня совершенно необязательно связано с купанием в проруби. Хотя мы все купаемся в проруби, и мы говорили на эту тему как раз в этой передаче с нашим главным санитарным врачом Онищенко, мы говорили о том, кому можно, кому нельзя купаться в проруби. Но суть-то праздника не в этом, а суть праздника в том, что мы, во-первых, вспоминаем о крещении Иисуса Христа, мы осмысливаем это событие, мы вспоминаем свое собственное крещение, и мы думаем о том, что мы должны делать для того, чтобы это крещение не осталось просто формальностью для человека. А вот погружение в прорубь – это, я бы сказал, некое такое вот добавочное действие, которое может быть совершено, а может быть не совершено. Но когда оно совершается, когда люди здоровые купаются в проруби, они, конечно, чувствуют прилив сил, прилив, как говорится сейчас, адреналина. Очень важно, чтобы это не сопровождалось, например, принятием внутрь себя алкоголя, потому что это, по сути дела, нейтрализует все духовное действие погружения в прорубь. Это уже превращает это событие просто в одно из таких рядовых событий. Прорубь, потом пьянка, и, в общем, духовного эффекта нет никакого. Вот наша задача – возрождать такие традиции, которые бы способствовали, конечно, духовному возрождению конкретных людей, участвующих в этих мероприятиях, и всего нашего общества. И здесь я вижу очень большую роль наших святынь, потому что вот когда нам говорят, что вот что-то там привезли к нам из Святой Земли, или привезли с Афона, и сразу у нас народ на это откликается. А если сказать, что какую-то святыню привезли, допустим, из Ростова Великого или из какой-то древней русской земли, то особого интереса к этому нет. А почему? Ведь у нас великие собраны святыни. У нас есть такие места, куда люди со всей земли ездят для поклонения этим святыням. Это и Троица Сергиева, Лавра, это и упомянутый Ростов Великий. А мы этими святынями пренебрегаем. Вот в продолжение вопроса крещения, наверное, вопрос этот часто задают все молодые семьи. Я, кстати говоря, как отец детей, тоже задавался вопросом, когда лучше крестить детей. Многие крестят в таком возрасте не очень сознательном, дети не помнят, как они крестились. То есть стоит крестить в годовалом возрасте или уже позже, когда есть осознание, когда дети вспоминают. Меня крестили в 10 лет, у меня был отец коммунист, но при этом он к этому пришел еще в 80-е годы. И я помню, как меня крестили, для меня это важно. Вот как вы считаете? Меня крестили в 11 лет. Моя мама писательница, и она тоже к этому пришла самостоятельно. «Я помню, как меня крестили». Это хорошо, когда мы помним таинство крещения, но в церкви существует очень древняя многовековая традиция, по крайней мере, с 4 века, а есть основания предполагать, что и с самого 1 века. Крестить людей как взрослых, так и младенцев, не ожидая того, что они сознательно воспримут это таинство. Потому что само по себе таинство крещения, с нашей точки зрения, это возможность для человека приобщиться к благодати Божией. И эту благодать совершенно необязательно воспринимать сознательно, если человек по каким-то причинам не может ее воспринять сознательно. Или в силу возраста, или в силу каких-то иных обстоятельств. И почему святые отцы еще в древности ввели вот эту практику крещения младенцев? Что, во-первых, младенец не лишается благодати Божией, он не растет вне церкви. Он с самого начала, вот параллельно с тем, что он учится выговаривать буквы сначала, потом слова, он уже приобщается к благодати Божией, он причащается к святых христовых тайн. То есть он соединяется с Богом еще в младенческом возрасте. Это не является навязыванием, как иногда говорят, вот вы навязываете ребенку мировоззрение. А разве родители не навязывают ему очень много чего? Ну, например, ведь мы не ждем, пока ребенок придет в сознательный возраст, прежде чем мы его начнем кормить. Мы не ждем, пока он нас попросит. Вот ребенок родился, и мать знает, что она его должна кормить молоком грудным, потом мы даем ему какую-то другую, более взрослую пищу. То же самое происходит в религиозной жизни. Мы ребенка с самого младенчества приобщаем к церкви, на родителях, на крестных лежит ответственность за его христианское воспитание, но в конечном итоге, когда он вырастет, он сам может сделать выбор. Есть случаи, когда люди отходят от церкви? Мы сегодня, работая с молодыми людьми, ключевым приоритетом в работе с ними обозначаем увлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в инновационную деятельность. Наша задача увеличить потенциал человеческого капитала нашей страны. И в этой связи мы периодически сталкиваемся с такими сложностями идеологического плана. Это связано, прежде всего, с тем, что еще 20 лет назад за предпринимательскую деятельность в нашей стране можно было сесть в тюрьму. И чаще всего у нас в нашем народе активно представлены какие-то предпринимательские интенции разных других культур. И протестантской культуры, и иудейской культуры, и других культур. В этой связи православная культура хотелось бы, чтобы стала больше опорой и предпринимательской, и для инновационной, и креативной деятельности. В этой связи, может быть, вы могли бы нам подсказать, охарактеризовать какие-то конкретные примеры, может быть, символы, ценности, которые исходят из православия для этой работы. У нас, опять же, сложился такой стереотип, еще с советского, а потом и с постсоветского времени, согласно которому предприниматель – это человек нечестный. Вот слово «спекулянт», оно как бы постепенно трансформировалось в слово «бизнесмен», но отношение в народной среде к бизнесменам очень часто связано вот именно с этим подозрением в том, что они ведут какой-то нечестный бизнес. Тем более, что таких бизнесменов у нас было много в 90-е годы, о них очень широко говорилось в средствах массовой информации, то есть все это запечатлелось в народном сознании. И сегодня отношение к бизнесменам у нас примерно такое, как во времена Христа было к мытарям, то есть отношение к ним недоверчивое, часто презрительное, которого многие из них совершенно не заслуживают, потому что есть немало людей, которые ведут честный бизнес, которые достигают успехов благодаря своей, в хорошем смысле слова, предприимчивости, благодаря тому, что они честно работают, и многие из них очень глубоко связаны с церковью и ориентированы на церковь. Я думаю, что если мы посмотрим на последние 20 лет, когда церковь активно возрождалась, когда повсюду строились новые храмы, новые монастыри, огромные комплексы зданий, ведь все это в основном было восстановлено на средства бизнесменов, причем люди добровольно вкладывали свои средства. И я думаю, что здесь очень большая заслуга, заслуга людей бизнеса, которые еще не оценены по достоинству. Они внесли свой очень значительный вклад и продолжают вносить в созидание и государства, и общества, и церкви. И, конечно, очень хорошо, чтобы молодые люди об этом знали. То есть примеры честных предпринимателей, честных бизнесменов, они должны широко рекламироваться. Еще один вопрос, который очень волнует. Сегодня государство, государственные органы, и прежде всего те, которые занимаются воспитанием молодежи, и, скажем так, за это отвечают, сталкиваются с сложностями в борьбе за сознание молодых людей, за умы, серьезная конкуренция со стороны средств массовой информации, которые часто негативно влияют, об этом многие эксперты говорят. И Русская Православная Церковь тоже находится в таких же условиях, в такой же ситуации. У вас богатый опыт, тем не менее, противостояние в какой-то степени, или, может быть, так выразится, активная работа в этих условиях. Что бы вы подсказали, может быть, из этого опыта поделились бы с нами? Мне кажется, что если мы хотим по-настоящему возродить нашу страну, если мы хотим, чтобы молодежь наша любила свою страну, чтобы молодые люди не уезжали из страны, то мы должны разработать совместную информационную политику. То есть, во-первых, положительный образ страны, положительный образ церкви. Отсутствие или минимизация того негатива, который льется на нас через средства массовой информации. А где позитив? Где образ положительного героя? Где образ человека, на которого может ориентироваться молодой человек? Его сегодня нет. И я думаю, что это очень большая наша проблема. Я думаю, что здесь должны быть какие-то совершенно сознательные усилия и государства, и церкви, и общества для того, чтобы эту ситуацию переломить. Для того, чтобы люди больше позитива получали через средства массовой информации. Чтобы перед ними были примеры, которым хотелось бы подражать. И тогда, я думаю, ситуация в нашем обществе будет меняться к лучшему. Спасибо вам, Сергей Юрьевич, что вы были гостем нашей передачи. Будем вместе работать с молодежью и делать то общее дело, к которому мы все призваны. Большое спасибо за приглашение. Спасибо. Дорогие телезрители, нашим гостем был Сергей Юрьевич Белоконев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. Мы с вами не прощаемся. Оставайтесь с нами. 21 января Святейший Патриарх Московский и Всеаруси Кирилл встретился со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом Патриархом Всеогрузии Ильей Вторым и делегацией Грузинской Православной Церкви. Иерархи совершили несколько совместных богослужений и обсудили вопросы двусторонних отношений церквей, русского и грузинского народов. Отношения между нашими церквами никогда не зависели от политической конъюнктуры. Они всегда были теплыми, искренними, доверительными. Но сейчас возникают предпосылки к тому, чтобы эти отношения развивались еще более динамично. И надеюсь, что развитие отношений между нашими церквами будет несомненно способствовать и развитию отношений между нашими государствами. В ходе визита католикос-патриарх всей Грузии встретился с Владимиром Путиным. Также патриарху Илье Второму вручили премию Фонда Единства Православных Народов. Шахматисты в робах по большей части играют черными. Белыми ходят служители храмов без ряз. Они им пока не положены. Церковного сана ни у кого нет. Против заключенных играют пономари. Противники друг друга выбирают сами. Провести время за шахматами им сам Бог велел. Игра азартная не считается, поэтому служителям церкви так сражаться не возбраняется. Положением все же пользуются и просят помощи у небесных сил. За доски садятся с молитвой. Партии начинаются с рукопожатий. Турнир все-таки товарищеский. В остальном все как в больших шахматах. Играют четко на время. Первый мат уже на десятой минуте ставят нарушивший закон. На Богу помолился. Например, чтобы не сначала мат был. Чтобы хотя бы пару фигурных сбил. Чтобы проиграть, но достойно проиграть. Ошибка стоила партии. С божьей помощью очередной мат команде «Пономолей» ставит бывший вор Анатолий Давыдов. Чисто повезло. Играю, доиграю. Смотри, как хочешь. Комбинации как таковых нет. 4-2 в пользу заключенных. Итоговый счет турнира. Сужденных победителей в колонии обещали поощрить отдельно. От недавних соперников им шахматы и икона Николая Угодника. Евгения Сосидко, Евгений Шахов, Вести, Воронеж. Разверну тифу. Мы продолжаем нашу передачу. И сейчас я отвечу на вопросы, которые приходят на сайт нашей программы vera.vesti.ru. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Владыка. Сегодня у нас ряд вопросов об именах и их значениях. Первый вопрос от Ольги из Соликамска. «Я назвала своего сына Назар, но когда выбирала имя, я не ссылалась на его значение. Позже прочитала, что Назар значит «посвященный к Богу». Какое влияние имеет имя на судьбу человека и стоит ли придавать этому большое значение?» В древности имена воспринимались не просто как клички или опознавательные знаки. В древности каждое имя носило конкретный смысл. И когда родители давали имя ребенку, они как бы вкладывали этот смысл в имя. Почему у нас на Руси сохранилось много имен, имеющих очень конкретный смысл. Например, вера, надежда, любовь и так далее. Но есть имена, которые сегодня употребляются просто из-за их благозвучия и значения, которых люди не знают. Я думаю, что в сегодняшней ситуации, как правило, люди даже не знают значения имени, если это имя иностранное, допустим, греческое или древнееврейское. Но я не думаю, что семантическое значение такого имени, оно может как-то сказаться на судьбе человека. Следующий вопрос от Дианы из Новороссийска. «Мне все время указывают на то, что мое имя Диана в святцах не значится. Но я не могу теперь узнать, по каким именем меня крестили. Папа давно умер, маме 91 год, и она уже не помнит, как быть. Разные священники дают разные советы по этому поводу». Надо ходить к одному священнику, с ним договориться по этому вопросу и действовать так, как он подскажет. Нет никакого строгого правила, которое требовало бы, чтобы человек носил имя того или иного святого. В конце концов, князь Владимир, он был Владимиром по рождению, и он стал Василием в крещении. И мы теперь называем детей Владимирами в честь князя Владимира. Но когда сам князь Владимир принимал крещение, такого имени в святцах не было, и он получил другое имя. Есть обычай, это обычай русской церкви. Это не обычай всех поместных церквей, согласно которому в крещении человек получает имя того или иного святого. И если его имя, полученное при рождении, не включено в святцы, то тогда ему дается и дополнительное имя. То есть второе имя, то имя, с которым он причащается, исповедуется, собственно, его христианское имя. Имя, с которым его крестят. Но это не является общеобязательным правилом. Поэтому не правы те священники, которые не допускают к причастию человека, у которого имя, не соответствующее святцам. Последний вопрос от Натальи. Скажите, пожалуйста, влияют ли каким-то образом некоторые фамилии, например, Иудинка, на судьбу человека? И стоит ли обращать внимание на подобные фамилии при выборе мужа или жены? Я думаю, что фамилии не влияют на судьбу человека. И я думаю, что неудачные фамилии или фамилии, которые плохо звучат, они, конечно, могут испортить жизнь человеку. И есть случаи, когда человеку надо менять фамилию, если его фамилия очень неблагозвучная. Конечно, я думаю, что ни в коем случае нельзя обращать внимание на фамилию при выборе жениха или невесты. И, в конце концов, если фамилия уж очень неблагозвучная, то как раз вступление в брак может послужить поводом для того, чтобы ее поменять. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо вам, Анастасия. Дорогие телезрители, я хотел бы в завершении нашей передачи напомнить вам слова апостола Павла. «Те, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». Я желаю вам всего доброго и дохранит вас всех Господь.